Врач встретил на улице жену своего пациента. Скажите, обращаясь к ней, как чувствует себя ваш супруг? Он уже избавился от рассеянности? Как вам сказать доктору? Видимо, еще не совсем. Сходя утром в кухню, он, прежде всего, стукает меня лоской по голове, а затем стулут яйцо в мятку. На приеме у психиатра доктор. Вчера я окончательно понял, я стеклянный. Не волнуйтесь, сейчас мы вас осмотрим. Медицинским молоточком врач стукнул пациента по коленке. По коленке. «Дзинь!» — сказал тот. И разбился. Приходит женщина к врачу. Доктор, мой муж говорит, что у меня половая слабость. А в чем это проявляется? Никому не могу отказать. Пациент-психиатру. Доктор, благодарю вас, что вы лечили меня от мании величия. Сколько миллиардов я вам должен? Боюсь, доктор, что у моего мужа серьезное психическое заболевание. Иногда я часами рассказываю ему что-нибудь, а затем обнаруживаю, что он не слышал ни слова. «Это не заболевание, мадам!» — успокоил женщину доктор. «Это дар божий!» Донтист говорит пациенту, не нужно так широко раскрывать рот. «Но вы же сами сказали, что нужно ввести туда зеркальце, щипцы, инструменты, да, но сам-то я остаюсь снаружи. Дряхлый, но богатый банкир Айзерман женился на молоденькой. Приходит к врачу и просит, «Доктор, сделайте так, чтобы мое супружество было не только формальным». Врач осматривает его и говорит, «Увы, вам уже ничто не поможет. А пчелиное молочко, господин Айзерман, я могу прописать вам пчелиное молочко, я могу сделать так, что вы даже будете жужжать, но жаль, это извините». Врач имел привычку, принимая больного, все время говорить «мы». «У нас болит живот, и нам очень плохо, кроме того, мы чихаем, что же мы должны будем сейчас сделать? Я думаю, заметил больной, что нам с вами вместе следует пойти к другому врачу». Пациент отоларингологу. «Доктор, у меня вилка в ухе. Прием окончен, я работаю до семи, но у меня страшные боли». Доктор вырывает вилку из уха и втыкает ее в глаз пациенту. «Идите к окулисту, он до восьми». «Доктор, я пришел посоветоваться, каждое утро в семь часов у меня обязательно бывает стул». «Ну и что же здесь плохого? Но просыпаюсь-то я в восемь». «Пациент, доктор, у моей жены там рыжие волосы. Вам это мешает?» «Мне нет, но друзья смеются». «В палате дистрофиков, Петя, прикати таблетку». «А почему сразу Петя?» «Пусть Иванов прикатит, он сильный, он майку носит». «Доктор, вы знаете, — говорит смещённый молодой человек, — у одного моего знакомого подозрение на венерическое заболевание. Ну что ж, — говорит доктор, — снимайте штаны и показывайте своего знакомого. Доктор, помогите, — жалуется больной. Все болит, и тут болит, и тут, и печень болит. А бекалон пьете, — спрашивает доктор. Пил? Не помогает. В кабинете невропатолога вам приходилось переживать нервные потрясения? Да, однажды прямо у меня на глазах компьютер спиртом промыли. Женщина-врач с простуженным горлом тихо говорит своему пациенту. «Раздевайтесь». «А вы?» — тихо спрашивает вошедший. Пришла к гинекологу бабка. «Милок, помирать пора, а я всё в девках. Неудобно как-то. Помоги мне, я тебе 400 рублей дам». «Да ты что, бабка!» А потом подумал и говорит, — ладно, ладно, давай, бабка. Пошёл в соседний кабинет. Там студент, практикант. Он ему говорит, — зайди ко мне в кабинет. Там нужно с бабкой переспать. Стольник будет. Студент согласился. Врач привёл к нему бабку и ушёл. Три часа, четыре. Не выходит бабка. «Что такое?» — думает врач. Вошёл, видит, сидит голый студент. Окно раскрыто. «Эй, а бабка где?» Бабке понравилось. За седьмую сотней побежала. Приходит женщина к гинекологу. «Доктор, у меня там живёт мышка». Доктор осмотрёл пациентку и говорит, — «Ого, да у вас там не мышка, у вас там кирпич». Ну да. Вот сразу за кирпичом и мышка. Приходит комиссия в дурдом. Видит, бежит мальчик. Спрашивает мальчик, как тебя зовут? «Нежняю». «А кем ты хочешь стать?» «Нежняю». Встречает девочку. «Девочка, как тебя зовут?» «Нежняю». «А кем ты хочешь стать?» «Нежняю». Наказали главврачу, чтобы через месяц все знали. «Приезжай, через месяц спрашивают мальчика, как тебя зовут, Коля?» «А кем ты хочешь стать?» «Космонавтом». Спрашивает девочку. «Как тебя зовут?» «Оля». «А кем ты хочешь стать?» «Космонавтом». Хвалят врача. «Молодец». Как вы добились таких успехов? Нижняю. Доктор, мы с женой часто ссоримся. Что делать? Ходите больше пешком, не менее пяти миль в день. Это хорошо укрепляет нервы. Делайте так и позвоните мне через пару недель. Через две недели звонит телефон. Доктор, ваш совет здорово мне помог. Что, не ссоритесь с женой? Нет, я ведь теперь в шестидесяти милях от дома. Цирковой юмор. Так называется новая глава. Телефонный звонок директору цирка. Скажите, пожалуйста, вам не нужна говорящая лошадь? Директор раздраженно бросает трубку. Снова звонок. Скажите все-таки, вам не нужна говорящая лошадь? Перестаньте хулиганить. Снова звонок. Слушай, идиот. Ты думаешь, мне легко набирать копытом номер? Ты слыхал, в наш город приехал цирк? Надо пойти. Там такие штуки показывает. А что именно? Представь себе, совершенно голая баба на слоне. Пожалуй, пойду. Я уже лет десять как слона не видел. Молодой артист впервые собирается выехать с цирком на гастроли. Друзья ему говорят, ты хоть чемодан купи себе в дорогу. Зачем? Положишь туда брюки, пиджак, белье. А в чем же я тогда поеду? Один человек пришел к директору цирка с двумя большими чемоданами и продемонстрировал свой номер. Раскрыл первый чемодан. Он полон кирпичей. Человек клал кирпич на голову, а его ассистент кувалдой разбивал кирпич. За десять минут он перебил все кирпичи. Директор заявляет, я беру вас. А что у вас во втором чемодане? Аналгин. К директору цирка приходит униматься на работу человека. А что вы умеете делать, спрашивает директор. У меня уникальный номер. Посредине арены ставят открытую бутылку с водой. Я забираюсь под купол, прыгаю вниз и ныряю прямо в бутылку. Это невозможно. Вам я открою свой секрет. Подлетая к бутылке, я быстро достаю из кармана маленькую воронку и вставляю в горлышко. Актер директору цирка. Вы можете смело нанять меня в качестве клоуна, мсье. Я рассмешу и мертвого. К сожалению, у нас несколько другая клиентура. Две дрессировщицы собак хвастаются. Моя Джильда читает газеты. Знаю, мне про это говорил мой шарик. Вам требуются канатоходцы? Спросили директора цирка. Это очень, но только умеющие ходить поперек каната. К директору цирка приходит фокусник. Я подготовил новый номер. Я распиливаю женщин пополам. Ну что ж тут нового? Это многие делают. В длину. Кто это внушительного вида дама? Она раньше выступала в цирке, пела в клетке со львом. Почему она перестала выступать с этим львом? Этого потребовало общество охраны животных. Мальчик с отцом в цирке. Муж говорит, как ты думаешь, Эльза, что бы мог сказать этот тигр, если бы он мог разговаривать? Я леопард. Эльза послышалась из клетки. Фокусник позвал на манеж из зрительного зала мальчика. Можешь ты, мальчик, подтвердить, что видишь меня впервые? Да, папа. В передвижном цирке Шапито коронным номером выступает дрессировщик со старым львом. В кабинет директора сбегает испуганный униформист. У дрессировщика в револьвере патроны закончились. Ну и что? Зачем ему патроны? Дело в том, когда он перестает стрелять, лев засыпает. В передвижном цирке случилась беда. Обрушилась крыша Шапито. Директор цирка чертыхается. Какой мерзавец подсунул нюхательный табак слону! Новая глава называется «Студенческие». Изображен, видимо, студент-профиль. Перед ним листок бумаги. На листке написано «Дневник студента». Понедельник есть хочется. Вторник есть хочется. Среда есть хочется. В четверг очень есть хочется. Пятница — ура! Дали стипендию. Суббота — не помню. В воскресенье есть хочется. Студент Иванов. Лозунг. Студенты! Сдадим наши посредственные знания на хорошо и отлично. Во время экзамена преподаватель спрашивает студента «Знаете ли вы, что такое экзамен?» Это беседа двух умных людей о предмете. А если один из них идиот, значит, другой не получит стипендию. В трамвае сидит старушка и замечает стоящего рядом худого, изможденного юноши. На его руке висит плащ. Милый, откуда ты такой заморенный? — Студент я. Наверное, отличник, раз такой замученный. — Да нет, я средний учусь. Ну, давай я хоть твой плащ подержу, все легче будет стоять. — Это не плащ. Это бабушка-студент Сидоров. Вот он — отличник. Студент танцевал с девушкой и вдруг упал. — Воды, воды! — закричала девушка. Прибежали с водой и поднесли к губам пострадавшего стакан. Студент медленно открыл глаза и тихо прошептал. — И хлеба! Студент подходит к буфетной стойке. Дайте, пожалуйста, две сосиски. Очередь с ненавистью. — Шикуешь? — И шестнадцать вилок, пожалуйста. — Ну что, Люсик, сдал? — спрашивает друг, выходящего из аудитории абитуриента. — По-моему, да. — И что тебя спрашивали? — Откуда я могу знать? Ведь он же спрашивал на английском языке. — Товарищ преподаватель, а может студент в пьяном виде сдать экзамен? — Вообще-то может. — Ребята, заноси! — Людоед кого-то тащит. Навстречу идет его друг. — Кого это ты тащишь? — Студента. — Кого? — Студентов. — Выбрось его. Я вчера одного студента варил, так он пока вода закипала, всю картошку съел. Грузин пишет письмо домой. — Мама, учусь в институте. Все ездят на занятия в автобусе, а я в такси. Мать пишет ответ сыну. — Сынок, зачем выделяться? Купи автобус и езди, как все. Собрались мужики выпить, да не хватает двадцать копеек. Вдруг идет парень. Парень, дай двадцать копеек. — Мужики, нет у меня. Давай, иначе побьем. — Да нет у меня. Ты кто? Студент. — Федя, дай ему двадцать копеек. — Родители дочери студентки, говори сейчас же, где ты была всю ночь? — На лекции. — Что, до четырех утра шла лекция? — Да, лектор оказался заикой. Экзамен в УЗИ. Преподаватель спрашивает студентов. Вопрос на пятерку. Как меня зовут? Все молчат. Вопрос на четверку. Что сдаем? Все молчат. Вопрос на тройку. Какого цвета учебник? С задних рядов приглушенный голос. Во валит, гад. На госэкзамене в мединституте лежат два скелета. Председатель комиссии спрашивает выпускников. Что вы можете про них сказать? Выпускники молчат. Ну, чему же вас учили все эти шесть лет? Голос с места. Неужели Маркс и Энгельс? Идет студент по улице. И видишь, как какой-то парень пинает ногами булочку. Студент подбегает к нему. Ты что? Это же булочка. Тито ты. Затолкаю за угол. Вместе съедим. Экзамены в институте. Перед студентом поставили три банки с заспиртованными мозгами. Студент отвечает. Вот в этой банке мозг профессора. В этой солдата. А в этой с одной извилиной прапорщика. Экзаменатор. Все правильно. Только в третьем случае небольшая ошибка. Это не извилина. А след от фуражки. Студент копает землю. Другой спрашивает. Что делаешь? Понимаешь, дали задание найти квадратный корень. Третий день копаю. Но только все круглые попадаются. Это что? Иванову дали задание член на многочлен разложить. Он сидит, ножик точься. А у самого слезы текут. Идет экзамен в музыкальном училище. Одна студентка ничего не знает. И договорилась с одним другом, что он ей в окно подсказывать будет. Заходит в кабинет. Преподаватель говорит. Я буду сейчас играть отрывки из музыкальных произведений. А вы будете говорить, какой это композитор. Начал играть. А парень ей в окно листком кленовым машет. Она говорит. Это лист. Правильно играет дальше. Парень ей пачку чая показывает. Это Чайковский. Тоже правильно. Играет дальше. Она отвечает. Херников. Не Херников, а Хренников. Молодой человек. Уберите шпаргалку. Уголовный юмор. Друг. Бежим вместе. Не могу. Я тюремный надзиратель. Два карманника разговаривают в тюрьме. Видал, какие замечательные часы у надзирателя? Еще нет. Покажи. Скажите, Гоша дома? Он на даче. Как? У вас есть дача? Нет. Он в прокуратуре. На даче показаний. Почему вы бежали из тюрьмы? Я хотел жениться. Странное у вас представление о свободе. В суде идет процесс. Судья спрашивает подсудимого. Ваша профессия акробат. Сержант, закройте окно. После свидания с мужем, отбывающим тюремный срок, жена приходит к начальнику тюрьмы и просит дать ее супругу работу полегче. У нас еще никто не надрывался наклейки бумажных пакетов, сказал начальник. О, да, но мой муж говорит, что по ночам он копает еще какой-то тоннель. Мальчик, господин полисмен, идите скорее во двор, там папа уже полчаса дерется с грабителем. Полисмен, почему же ты меня раньше не позвал? Дело в том, что папа до последней минуты побеждал. Судят убийцу, который убил старушку с целью ограбления. Судья, за что вы убили старушку? У нее в кошельке было только 20 копеек. Убить-то, ну и что? Опять старушка, это уже рубль. Слушается дело об убийстве. Слово подсудимому. Играли мы в преферанс. Я червой покойничек козырем. Я червой покойничек козырем. Я червой покойничек козырем. Я червой и покойничек червой. Судья вскакивает. Так за это же канделябром по голове. Вот я так и сделал. В милицию прибегает женщина. Меня изнасиловали 12 человек. Не волнуйтесь, гражданка, всех найдем. Всех не надо. Только третьего, восьмого и двенадцатого. Молодого парня сажают в тюрьму. Надзиратель подводит его к камере. Там сидят рецидивисты. И все в наколках. Ой, дяденька, только не сюда. Надзиратель подводит его к другой камере. И сидит старенький дед. Вот сюда пойду, говорит парень. В камере спрашивает. За что сидишь, дед? За людоедство, сынок. В общую тюремную камеру приводит новичка. Его спрашивают. Какой срок дали? Восемь лет. За что? За оказание первой помощи человеку. Как это так? Да сидели мы за столом, ужинали. А у тещи кровь носом пошла. Чтобы кровотечение остановить, я и на шею жгут наложил. У наружного окна следственного изолятора. Значит, правду сказали, что ты здесь. Так видишь. Ну и как тебе тут? Еще спрашиваешь. Койка, каша и параша. Идиот, ты же мог это и дома иметь. Подсудимый, где вы взяли золото? В тумбочке. Кто его туда положил? Жена. А кто ей дал? Я дал. А вы где взяли? В тумбочке. Вор говорит сыну. Бью тебя не за то, что ты втихомолку съел варенье, а за то, что на банке оставил отпечатки пальцев. В тюремной камере ты из-за чего сюда попал? Из-за насморка. Как это? Очень просто. Я чихнул, а сторож проснулся. Когда я сегодня утром пришел домой, жена сказала, что ночью забрался вор. И что же с ним стало? Лежит в больнице, и жена подумала, что это я вернулся. Новенький спрашивает у тюремного надзирателя о решетке на окнах. Зачем? Для надежности, глупости. Что в такой тюрьме можно украсть? Заключенный жалуется охраннику. Питание у вас отвратительное. Питание у вас отвратительное. Представьте себе, в котлете нашел пистолет, а в супе патроны. Холмс и Ватсон заночевали на лоне природы. Ночью Ватсон проснулся. Скажите, Холмс, почему, когда мы ложились спать, была темнота, а теперь над нами звездное небо? Это элементарно, Ватсон. У нас сперли палатку. Жена свидетельствует на процессе мужа, обвиняемого в совершении тяжелой аварии. Свидетель обращается к ней судья. Расскажите, как это произошло? Значит, так начинает жена. Я управляла автомобилем, а муж сидел за рулем. Гражданин подсудимый, вы признаете себя виновным в групповом изнасиловании? Нет. Группа изнасилованных. Встаньте. Действие происходит в самолете. В кабину пилота забегает мужчина с автоматом и командует, летим в Швецию. Пилот, нет, мы полетим в деревню Кукушкино. Нет, в Швецию. Нет, в Кукушкино. А почему в Кукушкино? Это ты спроси у бабушки с минометом. Трое подсудимых сидят в камере. Их по очереди выводят на суд. Первый возвращается. Пять лет. Второй приходит. Восемь, третий. Вышка. Наверное, вас охранять буду. В перерыве судебного заседания адвокат Удрученый говорит своему подзащитному. Я исчерпал уже все доводы в вашу пользу. Не знаю, что я еще могу для вас сделать. А что, если вы всю вину возьмете на себя в камеру, в которой сидят четверо ответных уголовников, поместили маленького тщедушного старичка. А тебя-то за что? Старик сунул в него веник и быстро провернул его пару раз. Через несколько минут дверь открылась, и в камеру вошли десять дюжих охранников. Так, сказал старший из них, оглядываясь. Ну-ка, дедуля, отойди в сторону. Посадил дед репку. А репка вышел из тюрьмы и убил дедку. Квартиру звонок открывает хозяйка, а на пороге два здоровенных амбала. Рекетиров заказывали? Нет. Тогда платите десять тысяч за ложный вызов. Товарищ пилиционер, скажите, по этой улице ходить не опасно? Было бы опасно, я бы здесь не стоял. Ночью в темном переулке встречаются двое. Гражданин, вы не видели где-нибудь здесь милиционера? Нет, не видел. Тогда снимайте пальто. В зале суда. Знаете ли вы, что вас ожидает задача ложных показаний? Да, мне обещали жигули. Подсудимый, почему вы отказываетесь от последнего слова? Думаю, что это ни к чему, господин судья. Все, что нужно было сказать, сказал мой адвокат. А все, что не нужно было говорить, сказал мой прокурор. В купе одинокий пассажир. Ходит грабитель, в руке пистолет. Деньги живо. У меня не гроша. Так что ж ты тогда трясешься? Я думал, ты контролер. В тюремной камере один уголовник рассказывает другому. Эх, да чего же мы с женой приятно проводили время на берегу моря. Бегали, прыгали, закапывали друг друга в мягкий беленький песочек. Пожалуй, когда выйду на свободу, съезжу, откопаю ее. Грабитель фомкой отжимает дверь квартиры, приоткрывается соседняя дверь, за которой слышится. Драгоценности они прячут в саксонской вазе, а деньги под аквариумом. Вор пришел за отпущением грехов в церковь, но по инерции украл часы у пастора. Скажи, спросил его пастор, какие на твоей совести грехи? Украл часы у одного хорошего человека. Хотите, я вам их отдам? Нет, их нужно вернуть тому, кому они принадлежат. Но он этого не хочет. Раз так, оставив у себя и не печалься. У адвоката хочу развестись с женой, пожалуйста, тысяча долларов. Что? Вы с ума сошли? За пятьсот долларов ее берутся пристрелить. Обвиняемый, объясните присяжным заседателям, почему вы убили свою жену, вместо того, чтобы убить ее любовника. Я рассудил, ваша честь, что гораздо разумнее убить одну женщину один раз, чем каждую неделю убивать по-новому мужчине. У меня есть мечта, сказал один гангстер другому, ограбить банк и оставить при этом отпечатки моей тещи. Судья подсудимому, ну-ну, перестаньте волноваться и расскажите, как это произошло. Я ужасно расстроен. Ну, а было так, я сидел и чистил ножичком апельсин. Тут подошел этот тип, подскользнулся на апельсиновой корке и упал прямо на нож. Судья. И так три раза подряд? Судья, что побудило вас ударить жену подсудимой? Судите сами, ваша честь. Она стояла ко мне спиной, под рукой у меня была сковородка, а дверь позади меня была открыта. Ну, как было не воспользоваться таким благоприятным стесением обстоятельств? За что вы сидите? Представьте, однажды выяснилось, что государство выпускает точно такие же банкноты, как и я. В суде обвиняемые вы именно так совершили кражу, как это объяснил в своей речи прокурор? Не совсем так, но его метод тоже заслуживает внимания. Начальник тюрьмы вызвал в канцелярию арестанта, который отбыл свой срок. Вы выходите на свободу, сказал начальник, надеясь, что вы начнете честную жизнь. Ах, господин начальник, вздохнул арестант. Я не в том возрасте, когда пускаются на эксперименты. На суде прокурор спрашивает убийцу подсудимый. Объясните, почему вы прежде чем взломать шкатулку убили старушку, спавшую в другой комнате, а на шкатулке было написано «Вскрыть только после моей смерти». В грузинском суде судья обвиняемому. Ваше последнее слово – миллион и ни копейки больше. Заключенного ведут на расстрел. Он спрашивает конвойного «Какой сегодня день недели?» «Понедельник», – отвечает тот. «Ничего себе, неделька начинается». Идет симпозиум воров всего мира, встает вор из Франции и просит погасить свет на 30 секунд. Через 30 секунд с того же места, на котором он стоял, говорит «Господин в белом смокинге на противоположной от меня трибуне, возьмите свою авторучку». После чего встал американец. История повторилась. После американца встал русский и сказал «Свет тушить не надо, Вася, раздай всем носки». Новый раздел. Называется «Объявление. Куплю антиквариат, расплачиваться могу кирпичом». Телефон 222-22-22. Этот раздел самый... Эта главка самая короткая, по-моему, в книге. Пропала любимая собака тёщи. Чёрная, злая, жрёт за троих, кусается, всё запоминает. Кто знает местонахождение, просьба молчать. Преподаватель военного училища снимет квартиру с телефоном, радаром, ракетной установкой. В связи с ремонтом парикмахерской укладка женщин будет производиться в мужском зале. В газете. Медленно работающая стенографистка-машинистка ищет заикающегося директора. На столбе. Перевожу с немецкого и армянского на ваганьковское. Меняю одну национальность на две судимости. Согласен на любые сроки. Пропал большой чёрный дипломат. Нашедших просим вернуть его в посольство Нигерии. В похоронном бюро с первого числа исполнение похоронного марша будет стоить четыре раза дороже. Для тех, кто не может уплатить по новому тарифу, похоронный марш будет исполняться в четыре раза быстрее. Объявление в вечерней Одессе. Вчера вечером в порту загуляла и не вернулась домой сука пегой масти с белой грудью по кличке Маня. Нашедшего просят передать ей, что если сунется домой, муж её пристрелит. Объявление. Молодая семья снимет комнату на два часа. Прописка необязательна. Новый раздел книги называется «36 мгновений из жизни Штирлица». Увидев в окне констеративной квартиры 33 утюга и 13 пар обуви, направленной носками на северо-запад, Штирлиц понял, что явка провалена. Профессор Плейшнер восьмой раз бросался с пятого этажа, но яд всё не действовал. Штирлиц отправил донесение в центр открытым текстом. Через пять минут к нему ворвались эсэсовцы. «С первого апреля!» — пояснил Штирлиц. Эсэсовцы, понимающие, заулыбались. В это время в центре хохотали до упаду. Проходя по коридору, Штирлиц толкнул дверь кабинета Бормана. Дверь не открылась. Штирлиц толкнул сильнее. Дверь не открылась. Тогда Штирлиц разбежался и ударил дверь плечом. Дверь не открылась. «Заперто!» — подумал Штирлиц. Мюллер сидел у себя в кабинете и читал газету. Ему в глаза бросилось одно объявление. «Поп-группе срочно требуется пианистка!» «Обнаглел пастор!» — подумал Мюллер. Штирлиц выглянул в окно и увидел, что немцы ставят танк на попа. «Бедный пастор Шлаг!» — подумал Штирлиц. Идя по еле заметной на снегу тропинки, Штирлиц услышал раздавшееся из сугроба зловещее шипение. Он выхватил парабеллум и выпустил в сугроб всю обойму, после чего продолжил свой путь. И только через пять минут Штирлиц вспомнил, что пастор Шлаг так и не научился свистеть. Придя к себе в кабинет, Мюллер увидел Штирлица, подозрительно сидящего возле сейфа. «Что вы здесь делаете, Штирлиц?» «Трамвая жду!» — ответил Штирлиц. Мюллер вышел и, проходя по коридору, неожиданно подумал, «Какой, к черту, может быть трамвай в моем кабинете?» Он сбежал обратно, Штирлица не было. «Хм, наверное, уже уехал!» — подумал Мюллер. Штирлиц стоял, слонившись над картой мира, его неудержимо рвало на родину. Подойдя к лесу, Штирлиц увидел голубые ели. Когда он подошел поближе, то увидел, что голубые не только ели, но и пили. Мюллер гулял по лесу, где-то стучал дятел. «Дятел!» — подумал Мюллер. «Сам ты, дятел!» — подумал Штирлиц. Штирлиц пошел в лес за грибами. Искал, искал, ничего не нашел. «Да, видно, не сезон!» — подумал Штирлиц и сел в сугроб. Штирлиц вышел из дома и наткнулся на сук. «Шли бы вы домой, девочки! Война все-таки!» Штирлиц стрелял из двух пистолетов по очереди. Очередь быстро редела. Штирлиц заложил ногу за ногу. На следующее утро ногу за ногу взяли. Штирлиц топил печку. Через полчаса печка утонула. Мюллер спросил Штирлица. «Где вы, Штирлиц, научились так метко стрелять?» «В Досаафе!» — быстро ответил Штирлиц и подумал. «А не сболтнул ли я чего лишнего?» Мюллер шел по улице, неожиданно ему на голову свалился кирпич. «Вот те раз!» — подумал Мюллер. «Вот те два!» — подумал Штирлиц, бросая второй. В секретном бункере идет совещание. Внезапно открывается дверь. Заходит Штирлиц с подносом апельсинов в руке. Подойдя к сейфу, он открывает его, забирает документы, ставит поднос на стол и уходит. «Кто это?» — закричал Гитлер. «Это русский разведчик Исаев!» Хором закричали Мюллер и Шелленберг. «А почему же вы его не арестуете?» «Бесполезно!» «Все равно открутится, скажет, что апельсины приносил!» «Барбара, у вас не найдется чашечки кофе?» Устала, спросил Штирлиц. «Кофе нет, но есть чай. Нам вчера прислали настоящий индийский чай». Радостно злухопотала Барбара. «Да, наши уже близко», — подумал Штирлиц. Штирлиц в попыхах застрелил Мюллера. На следующее утро в попыхе приехал взвод карателей. Наступила весна, снег давно растаял. Штирлиц явственно услыхал скрябанья дерева об асфальт. Пастор Шлаг возвращался из Швейцарии на лыжах. Штирлиц ехал к Берлину, город был окутан дымом пожаров. Опять утюг забыл выключить с досадой, — подумал Штирлиц. Эсэсовцы перекрыли все выходы в доме Штирлица. Ему пришлось уходить через вход. Штирлиц заметил связную сразу. Она была в красном купальнике со звездой на груди. В руке она держала газету «Правда». Штирлиц незаметно подошел к девушке. «Который час?» — игриво спросил он. «Часы забыла на Лубянке», — улыбнулась девушка. Это был пароль. Штирлиц остановил машину в лесу, откинулся на спинку сиденья и закурил. А в это время глубоко под землей в секретном бункере Гитлер отчаянно оттягивал свой конец. Штирлиц шел в кафе «Элефант» навстречу с женой. Ее уже в четвертый раз везли через линию фронта и три границы, и каждый раз выяснялось, что это не его жена. Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера. На допросе Штирлиц порол чушь. Чушь тихо повизгивала. «Мюллер, отвечайте, Штирлиц, где вы были в 1938 году?» «С вами шеф в республиканской Испании, а в 1928 с вами на КВЖД. Ну а в 1918 году, Василий Иванович, ты, я, Петька!» Шевенберг дал Штирлицу наводку. Немного, зато в валюте подумал Штирлиц, пряча в карман Рикс Марк. Штирлиц выстрелил в упор. Упор упал на взничь. Взничь подвинулась. Борман мирно спал. Вдруг в дверь его квартиры кто-то настойчиво постучал. Открыв дверь, Борман увидел человека в шинели, валенках, буденовке и ППШ за спиной. Человек сказал, «Слоны идут на север, слоны идут на х!» А Штирлиц живет этажом выше. Штирлиц выпил со смаком. Смак сегодня угощал. На поляне возле костра сидели люди, костраты, подумал Стирлиц Раздался выстрел, по свисту ветра в голове Стирлиц понял, что ранение сквозное Новый раздел с изображением солдата И называется он «Солдатские анекдоты» Прекрасное раннее утро, поляна цветов Восходит солнце, поют птицы, белая палатка Из нее выходит в белоснежном белье поручик Ржевский Он смотрит вокруг, вздымает вверх руки и восклицает «Господи, как же я раньше жил, не замечая этой красоты!» «Мать, мать, мать!» — привычно отозвалось эхо Генерал пожелал иметь крокодиловые сапоги Ночью спецрота десантируется на берег Нила Проходит день, второй месяц, новостей нет Генерал сам вылетает к Нилу, и вот что он видит На берегу вдоль реки сидят солдаты Весь берег завален трупами крокодилов Из воды показался крокодил, в этот момент тяжелая дубинка опускается ему на голову Вытащив крокодила на берег, старшей группой кричит «Товарищ капитан, это тоже без сапог!» Война! Лыжный батальон в наступлении Вечером привал К командиру обращается солдат «Товарищ майор, тут в двадцати километрах моя родная деревня Три года не видел жену и детей А ты успеешь? Я же на лыжах Час туда, час обратно, и час дома побуду» Отпустил командир солдата Через три часа он вернулся довольный, счастливый Окружили его все, спрашивают «Ну, как дома?» Дома все хорошо А вот кто отгадает, какие я первые два дела сделал дома Того угощаю самогоном и салом Первое дело угадали сразу, понятно Жену столько не видел А вот по поводу второго дела Долго бились, и никто отгадать не смог Тогда солдат усмехнулся и сказал «Что же вы догадаться-то не смогли? Вторым делом я лыжи снял» На бульваре встречаются два генерала-пенсионера Помнишь, Коля, как нам в Первую мировую войну В окопах давали такие таблетки, чтобы мы о бабах не думали Ну как же, помню, помню, такие розовые Да Так знаешь, они только сейчас на меня стали действовать Три солдата соревнуются в меткости стрельбы Англичанин попал из винтовки в спичный коробок На расстоянии двести метров Француз попросил подбросить две монеты И двумя выстрелами попал в них Русский стоял, смотрел по сторонам Потом поднял голову «Слышите, комар летит?» «Слышим» Русский выстрелил Но комарин и писк продолжался «Не попал!» «Летает!» — радостно закричали все «Летать-то он будет!» «Любить?» «Никогда!» Полковник спрашивает у жены «Слушай, любовь — это работа или удовольствие?» «Если бы это была работа, ты бы взвод солдат давно прислал» На стадионе корреспондент с магнитофоном берет интервью у болельщиков Подходит к молодому парню «Ваша любимая команда?» «Спартак» Подходит к группе девушек «Девушки, какая ваша любимая команда?» «Динамо» Подходит к генералу «Какая ваша любимая команда?» «Моя любимая команда?» «Смирно!» Комиссия по проверке техники Приехала в танковую часть Из бокса выходит пьяный лейтенант И, увидев генерала, подходит с троевым шагом с докладом «Товарищ генерал, командир танкового корпуса Петров!» Генерал удивленно спрашивает «Сколько служу?» «Никогда не видел лейтенанта в должности командира танкового корпуса» «Как вам это удалось?» «Все очень просто» «Движок пробили, шасси пробили» «Толкосу пробили» «Толкосу пробили» «Толкосу остался» «Вечерняя проверка» «Сидоров» «Я» «Тебашвили» «Я» «Через забор ногу с заделищенкой» «Я» «Ох, и ни черта себе фамилия» «Я» «На политинформации командир взвода спрашивает» «Абульгиддинов, что такое Родина?» «Не знаю» «Дурак» «Родина, Абульгиддинов, это твоя мать» «Понял?» «Так точно» «Петров, что такое Родина?» «Родина, это мать Абульгиддинова» «Командир роты проходит по плацу» «Уведет лежащую голову» «Дневальный!» «Что это такое?» «Голова», отвечает дневальный «Я вижу, что голова, но почему не стрижена» «Хи-хи-хи»